Всех приветствую, ребята! Продолжаем наше прохождение. Итак, собственно, как минимум начнем с того, что нам нужно довести Декса обратно. Ну и всю вот эту деревуху мы здесь облутаем по полной. Так, ну, как будто бы здесь даже какая-то жизнь есть, но мы пока еще никого не встретили. Опа-опа-опа, что там еще? Перец чили, спать мы здесь не будем, мало ли что. Наугад абсолютно провел, супер, даже думать не пришлось. О, ничего себе, на халяву этот капюшон получили бы. Ну, ладно. А светильник мы можем использовать? Неплохо. А где он? М-м-м. Ну, раз без сомнения можно продать, продадим ближайшему торговцу. Так, самогон, отлично. Так, ничего нету. ухты как-то зараза что-то, конечно, так себе получилось увернуться от него чёрт, к чему это? ааа, это то место, которое нужно зачистить, куда нас послали это, я понял в общем, не то место, куда паренька нужно отвезти и можно сразу почитать про этих товарищей ааа, значит мы про них читали уже и, наверное, я всё-таки в лоб не полезу я буду на дистанции работать ну, как минимум, там какое-то количество ударов точно потому что в ближнем бою они крайне неприятны что тут ещё тут ничего нет, я не справлюсь не справиться так, мне говорили, что я тут могу как-то метки ставить, чтобы потом прийти сюда так, сдать точку маршрута, добавить отметку сундук сундук супер вообще очень удобно можно тогда сделать ещё ух, здесь где-то ещё был сундук, который я открыть не мог блин, он был где-то вот здесь я забирался на мост свисающий наверное блин не вспомню уже так, кузнец здесь 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 блин, сложно так добавим здесь вот этот значок и добавим ну, давайте предположим, что это вот вот эта та самая свисающая фигня она вроде бы похожа но, да, то есть мы такие вышли, вышли, вышли куда-то прошли других свисающих мостов я тут по пути не вижу там сундук я просто помню был так, заброшенная ферма тут мы всё смотрели угу 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 Ничего здесь нету Тогда пойдем на второй этаж этого дома Посмотрим, что там можно найти Тут как раз лесенка рядом Тык Тык, тык, тык Что-то как на убой кормят этими зельями Прям не могу Ощущение у меня там уже что-то 50, наверное, собралось Так, ну походу здесь больше ничего нету Ну, по классике я залечу на крышу Чтобы удостовериться, что я точно ничего здесь не пропустил Кубок Взяли, забрали На полках пусто, ничего нету В туалете тоже ничего полезного Так, второго этажа здесь нету, да? Как такового нету Так, сохранимся Целых пять минут без сохранения играли Так О, другое дело Ну, конечно, я его что-то снизу горки-то не сразу приметил Вижу на карте, что зараза-то этот отображается Понять не мог, насколько близко он или далеко Так, тут внизу кто-то водился О, глядите Какая красота Кто это у нас такой? Болотник Из готики, помню, болотников Они были Или нет, я, может, путаю Нет, там была трава называлась Болотник, которую там Жители старого лагеря Старого болотного лагеря Постоянно курили Я вспомнил Я с болотажером перепутал Был болотажер Огромный червь, который там водился Но Опять же, не совсем Есть Похожий чел Вот на Вот эту Вот эту вот Хуйту Но я не вспомню, как он называется Может, я его и в старой готике помню Тут как бы уже Ну, сколько Более 10 лет прошло, когда я последний раз играл Но это же больше Может Да, наверное, все может Нет От первой готики, наверное, прошло лет 15 А от второй Где-то 12 Или 10 Во вторую готику я играл Было здорово Вот если бы мы больше времени вместе могли проводить Ну ты ж понимаешь Я должен Да, я понимаю У тебя много дел Но если ты будешь нас навещать Было бы здорово Оставайся с Асгаром Он присмотрит за тобой, пока я не вернусь Я тут все осмотрю Может, найду следы тех духов О которых Асгар рассказывал Угу И мы выполнили квест Который называется В опасности Еще и уровень получили Супер Так, что по характеристикам у нас Если здесь есть телепорт Надо вернуться Прокачать взлом И все-таки парня довел правильно Я уже боялся, что ошибся Так, производим Изъятие имущества На нужды героев В первой-второй готики Я помню, там Нападали Когда пытаешься воровать В домах О, старый котелок Ничего себе Все в хозяйство Все Домой Столько людей присоединяется к нам Это радует Все говорят, что без тебя Все бы рассыпалось Да справились бы и без меня Возможно Но с тобой все гораздо проще В общем Добро пожаловать в бастион Да Спасибо Спасибо большое Что, у вас тут есть Что сорвать? Нет Совсем ничего Однако жаль Ого Ничего себе тут А, мы оттуда снизу пришли Я удивляюсь Думаю, ничего себе Еще дома Ага Ну, ладно Спасибо Скажете, что я вам там Все зачистил Так Туда успеем еще Сходить Опа Это можно сорвать? Можно Луговая трава О, а их можно Сбивать? Интересно Как будто бы нет Поосторожнее тут ходи Всю дичь распугаешь Ты поставляешь провиант в бастион Верно И имей в виду Я за тобой присматриваю А дел у меня и без тебя по горло Понятно? О Научишь меня, как нужно охотиться? Хочешь учиться у мастера? Нет проблем Ну, давай Че, тебя два раза упрашивать надо? Научи меня, как охотиться Что ты хочешь знать? Так Угу Трофея охотника Так Из чудовища выпадают мясо и кости Вы умеете обдирать животных зубы и когти Вы умеете собирать особые трофеи Вы умеете собирать редкие ценные трофеи Но это чисто для фарма бабла Если вы путешествуете в одиночку У вас улучшаются боевые характеристики Мм, неплохо Вы можете ощущать опасность неподалеку И вас сложнее застать врасплох Для лука всякое прикольное Увеличивает урон от дробовиков Стрелковое оружие Да Неплохо, неплохо О, отмычки Вот что мне надо Дает возможность использовать отмычки Ну, давайте Так, а это что? Теперь вам нужна только одна любимая отмычка А почему я не могу это сделать? Нельзя изучить у этого учителя Понятно То есть подсвечивается только то, что я могу у него изучить Ясно Понятно, ясно Так, нам дали 10 очков характеристик На что я их хочу потратить? Ну, можно взять стойкость Мы ее еще ни разу не брали И Силу, наверное Или ловкость Ловкость, раз уж у меня с луком пока лучше идет Немножко так пока Разнобоко буду развиваться Потому что мне пригодится и взлом Однозначно И Ну Если уж совсем точно Мне пригодится взлом замков Взлом компов И какие-то там худо-бедно Навыки для боя В принципе Это вот достаточно, чтобы так Беспроблемно изучать мир Ходить, все вскрывать Все собирать С другой стороны, кстати Тут же есть и социальные Какие-то навыки Так, выживание Нет Бой нет Очки характеристик О, адвокат Уменьшает наказание За преступление Ну такое Ну ладно Не буду сильно копаться Свинцовые трубы Нам, конечно Выдают только в путь Деваться некуда Я уж обрадовался Думал Сейчас Как я взлом замков Изучу Как вскрою Все замки Но не тут-то было Так, тут ничего Так Петучи Петучей мы не трогаем А то Скажут, что мы злые Ну это, конечно Вообще супер забавно Убиваешь крыс Тебе за это Ой, ты что делаешь? Ну ладно Я не против А тебе за это Как бы вливают Плюс Как взлому Персонажу Ну что-то вообще Конечно Кек Где здесь Телепорт Меня больше Интересует Опа Че такое Че такое Рад тебя видеть, Джакс Ты уже решил, что делать дальше? Нет Я пока решаю Как поступить С тобой, Докинс А Уже понял, да? Не хочу говорить О прошлом, но Я не понимаю Твоих мотивов Почему ты с самого начала Не сказал мне Кто ты такой? Я подумал Что не стоит Тебя смущать У тебя на тот момент Было полно Личных проблем Но теперь Когда ты с ними Разобрался Нам пора Браться за дело У Скиандов Наши драки А инфекции Не знаю, что с тобой Не узнаешь Происходит Скианиды Которые тебя Покусали Усиливают свои способности Фиолетовым веществом Похожим на наш Голубой эликс Поэтому я его называю Тёмный эликс Все это довольно путано, но у нашего голубого эликса и этого нового фиолетового вещества есть ряд общих черт Они оба родом не из нашего мира Оба могут вызывать ужасающие мутации и давать невероятные способности Но темный эликс больше похож на болезнь Он очень заразен, и стоит ему найти подходящего носителя, он начинает стремительно размножаться Ты должен мне очень многое объяснить Ты послал сигнал в космос, когда был еще гибридом Потом в небе появилась эта странная штуковина Так что ты вообще натворил? Имей в виду, хотя я по-прежнему многое помню из своей жизни в качестве гибрида Многие мысли и воспоминания машины оказались стерты Но, судя по всему, незадолго до встречи с тобой гибрид открыл червоточину неподалеку от Магалана Что? Червоточину Феномен прокола пространства-времени Наши незваные гости, очевидно, через нее сюда и попали Ясно А то, что теперь они на нас нападают, это просто нам не повезло Я понимаю, почему ты злишься Мне тоже было бы трудно в это поверить Но, боюсь, сказать тут больше нечего Я задаю себе эти проклятые вопросы каждый день Клянусь Но этих воспоминаний больше нет Машины гибрида больше нет И ничего поделать с этим я не могу Мы должны смотреть в будущее И попытаться во всем разобраться, прежде чем Скианда нас захватит Хм Скианды... Это ты их так обозвал? Так космические захватчики называют себя сами Я пару раз сумел перехватить их переговоры Так я узнал, что они готовятся к следующему этапу вторжения Ты понимаешь их язык? Это несложно Я ведь ученый И с очень большим опытом Язык науки и математических алгоритмов универсален Скиандой не исключение Ну хорошо Раз тебе так много известно про этих Скиандов Скажи, как с ними покончить? Они привезли с собой множество воинов и живых существ Чтобы захватить нашу планету Использовать ее в своих целях Может, расскажешь хоть что-то, чего я еще не знаю? Их формеры уже работают С их помощью они закачивают в почву темный эликс Окрестности формеров становятся из-за этого крайне опасными Я бы не советовал приближаться к ним без самого надежного снаряжения и военной поддержки Давай ближе к делу В конечном счете к этому все и сводится Солдаты и оснащение Нам нужны сильные союзники, которые нас поддержат Если мы хотим остановить вторжение Скиандов с их громадными возможностями Шестая сила должна стать самым крупным военным формированием в истории Магалана О, Дамбоха Ирганда Реми О, я вижу, заражение затронуло речевые центры А, о чем ты говоришь? И память тоже Хм, любопытно Ты, кажется, хотел что-то сказать А получше ты ничего придумать не можешь? Кроме грубой силы и военных Ну что ты, это капля в море Работа у нас не в проворот, Джакс Для начала надо укрепить бастион Наша армия будет расти И ее надо где-то держать Также мы должны отслеживать перемещение Скиандов И созданных ими существ Скианидов Если они начнут куда-то двигаться в больших количествах Придется немедленно что-то делать И, конечно, первым делом нам нужно заключить союз с подходящей группировкой Опять кого-то одного из трех надо выбрать Печально Ну, точнее, это супер свойственно вообще Серии игр от Piranha Bytes Три фракции И нужно кого-то одного выбрать Ну ладно, в одном из Ризанов было две фракции, насколько я помню А от заразы ты меня когда вылечишь? Над этим я уже работаю Изучение темного Эликса у меня в приоритетах Но время у нас еще есть Не думаю, что ты рискуешь в ближайшее время превратиться в Скианида К тому же у тебя сильная воля Если темный Эликс похож на наш голубой У тебя неплохие шансы Не морочь мне голову Не хочу, чтобы эта дрянь меня прикончила Потому что тебе хочется в войдушку поиграть Послушай, мне нужно время А также тишина и покой для исследований А ты пока должен все подготовить к грядущему сражению со Скиандами Ладно Допустим, я начну искать союзника для твоей шестой силы Все группировки на Магалане враждуют между собой Готовы глотки перегрызть друг другу Но мы можем надеяться взять верх над Скиандами Только собрав армию сильнее, чем у них Так что поговори с главами всех группировок Выясни, кто станет самым сильным и надежным союзником Вступай в их ряды Переманивай их воинов Или, я даже не знаю Командиров в плен бери Мне все равно, как ты это сделаешь Но Бастион должен стать сильнее, чем Скианды И немедленно Враг уже почти у нас на пороге Только успеваю задание записывать С какой стати другим группировкам присоединяться к нам? Единственный способ остановить Скиандов Это железная воля и армия бесстрашных бойцов Но все эти группировки враждуют между собой Сколько себя помнят Поэтому выход один Новая центральная власть Независимая и совершенно автономная Как только остальные увидят Что у человечества есть шанс дать отпор захватчикам Они к нам присоединятся Твоя задача Привлекать их на нашу сторону И обучать И обрести свою прежнюю силу Ты единственный, кто им поможет Одолеть апатию и страх Ты должен готовить их к грядущей войне Они будут сражаться во имя выживания всего человечества Стань их героем Их вождем Последней надеждой на спасение Ксакорская тварь Не называй меня так Это все было в прошлом И там оно и осталось Но люди до сих пор рассказывают о том Как ты дрался с гибридом и воевал с альбами Может, теперь ты для них и чужак Но они научатся вновь тебе доверять Чертов лицемер Говоришь так, будто никакого отношения к гибриду не имел Я слаб и выжжен дотла Машины, которые мною тогда управляла, больше не существует Твоя сила воли спасла нас всех от гибрида И она по-прежнему с тобой Несгибаемая, как прежде Так что вперед Убеди их, что надо воевать со скиандами И сделай это, пока не стало слишком поздно Как ты предполагаешь укрепить бастион? Что надо делать? Первым делом очистить окрестности от непрошенных гостей Мы ничего не сможем предпринять, пока они нам досаждают И это все? Ты у нас эксперт по убиванию всего, что шевелится Уверен, ты справишься Как ты спасся из машины гибрида? Когда ты прикончил ту жалкую физическую оболочку гибрида Логическая часть машины была уничтожена И доктор Адам Чарльз Докинс начал приходить в себя Через некоторое время мне удалось открыть капсулу, в которой я находился Еще несколько недель ушло на то, чтобы мышцы восстановились И я смог нормально двигаться Не могу сказать, что я полностью пришел в себя Но деструктивные мысли машины больше надо мной не властны И этого пока достаточно Насчет военных сил других группировок Кая, маг берсерков, собирает войска в приграничных районах Тавара, чтобы защитить эти земли от любой угрозы Внешняя политика всегда была слабым местом берсерков Но ничего, им можно Хорошо Но мы до сих пор не знаем, какая группировка станет для нас лучшим союзником Нам нужно больше сведений о других группировках Пора сверить часы Ладно, что еще у нас по плану осталось? Ну, бастион все еще укреплен недостаточно Для начала надо уничтожить всех хищников в окрестностях Мне надо подумать, кого я хочу себе в спутнике Нам нужно больше информации о других группировках Я могу примкнуть к любой крупной группировке Или поговорить с несколькими влиятельными людьми, чтобы узнать, каковы их военные силы И не будем забывать еще об одной мелочи Я заражен И с этим должен разобраться ты Отлично Теперь мы знаем, что делать дальше И помни, чем скорее ты присоединишься к одной из группировок Да, знаю Мне будет сложнее без снаряжения и обучения, которое я могу получить только там Именно Классика Только не заставляй меня ждать слишком долго Будущее мира висит на волоске О чем я и говорил Что мы слишком зависим от того, что О, лабораторный стол Слишком сильно зависим от того, что нам могут дать другие группировки И без их снаряги там и всего-всего-всего Мы сильно долго как бы не просуществляем Я в этом ничего не смыслил Ага, понятно О, а вот здесь мы смыслим Супер Так, что мы тут можем сделать Ага, интеллекта не хватает А вот это Везде не хватает интеллекта Обидно Столько искал все эти детали Ну как столько Случайно их находил И очень хотел поставить все это дело Но оказалось, что не все так просто Хм-хм-хм-хм Я в этом ничего не смыслил Так Других столов здесь нету Судя по всему, да? Пап, а правда, что ты собираешься Восстанавливать бастион? А можно я с тобой? Не уверен, что это удачная мысль Ой, ну пожалуйста Я не буду от тебя убегать Обещаю А если на нас нападут дикие звери? Ты меня спасешь Ну пожалуйста, пожалуйста Ладно Но ты будешь слушаться меня во всем Да, да, да Буду вести себя как мышка И никуда не лезть Держись за мной И не отходи далеко, понял? Так много вопросов Понятно Да, малой, конечно, чешет языком только в путь Тут есть второй этаж Рисунок какой-то А это что? А вылазки это всегда так весело? В каком смысле? Ну, мама меня обычно не берет, когда на них отправляется Мне приходится торчать в форте Нет, там тоже бывает не так скучно, но Я уже форт наизусть выучил А вот снаружи еще ни разу в жизни не был Тогда постарайся не забывать о том, как тут опасно Но для этого у меня есть ты Так, мы нашли тут интересную книжку Горное дело для чайников Так, шаг первый Не забудь захватить подходящий инструмент Если ты, конечно, не собираешься врубаться в скалу голыми руками Не стоит шататься по округе в поисках добычи Мы расскажем тебе, где искать Смотри приложение Наткнулся на жилу Убедись, что рядом никого нет Настоящие старатели не делятся прибыльными участками Чужая зависть сгубила многих из нас Подходящие места Железо Выходы железа стоит искать в пещерах и тоннелях Перед тем, как начать разработку, надень шлем Мы не принимаем жалоб на ушибы головы камнями Сера Перед тем, как отправиться на поиски серы Убедись, что захватил достаточно воды Зали же серы выходят к поверхности в очень горячих местах Например, рядом с лавовыми потоками Если хочется начать с местечка поспокойнее Исследуй определенные береговые районы Амазиты Ласту купил, тогда с поиском амазитов проблем не возникает Этот минерал, названный по имени своего первооткрывателя Амадея, чаще всего находится возле рек Эликсит В кармане не гроша Найди эликситовую жилу и можешь забыть о проблемах с деньгами Единственная сложность Жилу наверняка уже кто-то нашел и просто так отдать не захочет Будь готов отбиваться от бандитов и прочие подобные шушеры Как правило, эликситовые жилы находятся рядом с преобразователями Золото Ценный металл по сей день никто толком не знает Почему его находят в основном возле водоемов Впрочем, автор полагает, что тут у тебя подобные вопросы не должны волновать Хоридий Обзавелся реактивным ранцем? Тогда добро пожаловать в число редких счастливчиков Могущих добывать Хоридий Но имею ввиду Легко не будет Этот материал выходит на поверхность во труднодоступных местах Например, на стенах утесов Надень обувь с хорошей подошвой Иначе кончить как тезка этого металла клирик Хоральд Который подскользнулся и расшибся в лепешку Не будь как Хоральд Блин, я думал, мне дадут немного очков сверху Ну ладно Нашли динозаврика Оу Понятно Так вот, где мы будем собирать все кусочки этой карты В первой части Эликса тоже такая фигня была Я сам что-то собрал, может, процентов 50 тогда карты И остатки уже по гайду находил Ты убил много людей? Ну, это было неизбежно Есть люди, которые просто любят портить другим жизнь Я знаю, так иногда получается, но... Я не хочу, чтобы люди умирали Я понимаю, но... Давай ты больше не будешь впутываться в неприятности, ладно? Что за верстак такой интересный? Так... Я в этом ничего не смыслю Офигеть, столько черстаков Я говорю, хотел сказать, черстаков О! Вот это то, что нужно Еще я вспомнил, что мы находили Жилу, если я не ошибаюсь Вот здесь примерно Как ее отметить, только не знаю Ну, дырками такими отмечать буду Хоть это больше и на пещеру похоже Вообще, этот ученый мне безумно Ксардоса напоминает Как по характеру... Да хватит кувыркаться Как по характеру, так и по мотивам, я бы сказал Не покидает меня это чувство, я бы так сказал Ооо, еще что-то Сходим, закрепим ее обязательно Замечательная находка Господи, а когда я не так упаду все-таки Так, как там телепорт работает, если я сюда хочу Вот так просто Супер Взяли бы да потушили уже, не может столько гореть А почему тебя все время нет? Мы с мамой тебя почти не видим У меня были свои причины Мама говорит, ты спас бы мир, если бы мог Правда? Она так сказала? Так чем ты занимался все это время? Пытался убедить разные группировки, что надо объединиться перед общей угрозой Круто И они все, конечно, тебя послушались Ну, вроде того Когда я вырасту, я хочу быть как ты Научи меня чему Так, ты, значит, взлому не учишь Понятно У тебя Только Кузнечное дело и то, которому я не могу научиться Так, продать Кузнечное дело и то, что я хочу Так, ну мне вроде как денег хватает Пока А что-то еще покупать я не планирую Кстати, обратите внимание, уже постепенно наступает вечер Сколько? Ну, третья серия, грубо говоря, три часа ходили Когда было достаточно светло Было вообще прям прекрасно, замечательно Ну, ладно Вернемся на базу Потому что я еще не изучил весь бастион И нужно там побегать Так, в башне я был Очень вовремя Кстати, оружие я себе не выдал Серьезно, единички не хватает Жесть какая Ручная граната Прикольно Ручная граната Это хорошее дело Опа Патрон для ружья Хорошее дело А ты знаешь, что самое крутое в призраках? Нет Их нельзя потрогать Они повсюду летают И никто им ничего сделать не может А знаешь почему? Почему? Потому что на самом деле Они не здесь Ты можешь их видеть И все, понимаешь? Так, ладно Туда я не буду пытаться залезть А то я просто-напросто разобьюсь Хм Аааа Совет Не забредайте в чащу Без необходимости Держитесь подальше От неведомых развалин и пещер Теленодорогах Это меньшее зло С вами Герберт И радио Орбита Кузнечное искусство Выковать идеальное оружие Это искусство Важно выбрать правильное сырье Можно создать сильное оружие Взяв вместо сырья Поврежденное оружие Обычно из трех единиц Сломанного оружия Получается достаточно сырья Можно перековать Поврежденное оружие На наковальне И создать новое Лучшее Новое Лучшее оружие Если тебе не хватает Нужного навыка Тебе поможет Мастер-оружейник Ну Это конечно Замечательно Еще один поврежденный Охотничий лук Блин А я один продал уже Ну Жаль конечно Нет Я не справлюсь О Кстати да Я с тобой еще не болтал Не беспокойся Я совсем разберусь Супер Значит Тогда ты можешь За меня выполнить Все задания Которых мне тут Надавали вообще Деваться прям Некуда Папа А что такое Ублюдок От кого ты Такой услышал Меня так дети В форте Называли Я не знаю Что это значит Но Кажется Ничего хорошего Видно мне Правда Стоило Бывать У вас Почаще Не обращай Внимания На такие Разговоры Другие дети Иногда Такие Тупые Чили с мясом Хорошее дело О Котик Котиков мы любим Ракетница Хераси Я помню Мне в первой В первой Части Элекса Жаловались На то Что я Не парюсь И постоянно Играю Ночью И типа Там вообще Ни черта Не видно На записи Не знаю Насколько В этой части Это актуально Будет Надо ли играть Ночью Но Меня это Лично Как бы Не сильно Парило Я спокойно Себе ходил Вот И Все у меня Как бы окей Было Просто я Не знаю Насколько Другим Было это Окей Но Были такие Отзывы Что типа А какого Черта Тут ничего Я рад Что ты Больше Не Командор Альбов Это Еще Почему Альбы Они Такие Холодные Недружелюбные Как их Ледяные Земли Это Потому Что Они Принимают Много Элекса Он Лишает Эмоций А А я Думал Это От Их Пластиковой Брони В ней Наверное Холодно Так Походу Наш Клиент Шакал Упс А почему Не навелся Я не знаю Почему Он на меня Не нападает Не знаю Думаю Что ты Мне можешь Помочь Малой Короче Мне кажется Шакал Просто Не заходит На территорию Лагеря Чтобы Случайно Не замочить Каких-то Важных Написей 150 Неплохо Так много Мы еще Не получали Ни за Кого В глоссарии Есть запись Да Что ж Такое Ладно А Есть ли тут Какой-нибудь Может быть Факел С которым Я могу Ходить Чтобы Посветлее Было Что-нибудь Что Создает Свет Типа Ну-ка Ну вот эту штуку Нельзя Использовать Да Чё-то как-то Быстро Стемнело Давайте Еще Чуть-чуть Побродим Здесь При факелах Все-таки Мы тут Что-то Еще Можем Разглядеть Использовать Аплодисменты 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 Как и я Он Он Еще Живой Понятия Не имею Возможно Мы С тех Пор Больше Не Виделись Может Он Еще Где-то Живет Все Может Быть Как Знать Так Я Че-то Короче Запутался Как Мы Сюда Пришли У Мама Через Сюда Да Похоже На Правду А Ну да Вот Пятучи Тут Ходят Вот Колодец И тут Где-то Во Да Да Вот Оно У вас Есть Лишнее Снаряжение Смотря Что Тебе Нужно Покажи Что У Тебе Есть Конечно Сильно Сильно Не Разгуляешься Ладно Так Вот Тут Мы Еще Не Были Правда Мне уже Ничерта Не Видно Слышь Чудила Ты Че В моих Вещах Забыл Ты Тут Живешь Что Живу Ли Я Тут Нет Блин Я Все Своё Барахло Просто Так Тут Свалил Чтобы Любой Встречный Дебил Мог Взять Что Ему Нравится Конечно Я Тут Живу И Тебе Тут Ничего Не Светит Так Что Свалил Отсюда Живо Упс Ага Вот Нельзя Брать Уже Понятно Ну блин Ну серьезно Мне хочется Чтоб Здесь Было Светло Как То Но Я не знаю Что Сделать Что Для Этого Нужно В Хламе Ничего Нету При Этом А ты Прогонишь Пришельцев Не думаю Что с этим Кто-то Справится В одиночку Нам нужно Всем Объединиться Чтобы Их Победить Всем Группировкам Придется Сотрудничать А если Они Откажутся Тогда Всем Нам Придется Привыкать Жить Под Захватчиками Если Они Нас Вообще В живых Оставят Пока Что Шансов На это Немного Ты Найдешь Способ Я В тебя Верю Не Видишь Что Ли Я Занят Понятно Ну в общем Да Достаточно Темно Уже Учитывая Передущие Отзывы Я предлагаю Нам Сходить Выспаться Заодно Залечим Наши Раны Полученные В результате Неаккуратного Паркура Так А поспать На нем Нельзя Нужно Прям Кровать Кровать Искать Ну ладно Понятно Кстати Да Можно Карту Сейчас Наклеить Тогда Раз Уж Мы Сюда Пришли Сейчас Я Вспомню Только Где Она Тут Спать До Утром И Спуска Все Я устал Я домой Пошел Хорошо Увидимся Позже Ой Да Последний Вопрос Твоя Созидательная Энергия Как думаешь Насколько Она Сильна Тебе Что больше Нравится Уничтожать Всякое Или Создавать Я уничтожаю Только Когда Нет Другого Выхода Когда Моя Жизнь В опасности Это Правильно Надеюсь Ты И дальше Будешь Так Поступать Как Интересно Раньше У меня Не получалось Обсудить С тобой Такие Вещи Ну Ладно Я Ухожу Спасибо Что Взял Меня С собой Папа Береги Себя Не волнуйся Ты же К нам Еще будешь Заходить Правда Да Да Это Было Когда Когда Я Выраст Я Хочу Быть Как Ты Понятно Ну Прикольно Выполнили По фасту Этот квест Так Так Шестая Сила Подготовка Бастиона Весенняя Уборка Крепкие Союзы У меня Записано Да Крепкие Союзы Записал Общий Путь Тяжелые Переговоры Сын Хочет Чтобы Я проводил С ним Больше Времени Интересно Что Он Мне Расскажет Пока Я Буду Заниматься Делами Тут В Бастионе Рассказал Он Тебе Много На Ухо Насел Как Полагает Сейчас Осталось Вспомнить Как Я спустился К этому Чуваку Внизу И Уже Когда Светло Посмотреть Ша Так Все Вообще Просто Так Если Мы Украдем То У нас Будет Минус Да Кстати Да Можно было С заднего Хода Зайти Но Я В темноте Этого Понятное Дело Не Видел Абсолютно Но У него По-хорошему Вообще Брать Абсолютно Нечего Не Видишь Что Ль Абсолютно Я Мог бы Ночью Лучше Походить Еще Так Окей Квест На зачистку Территории Как он Там Называется Так Заражение Это Ясно Весенняя Уборка За последние Годы Вокруг Бастиона Расплодились Дикие Звери И прочие Опасные Создания Пора Их Выселить Ага Ага Понятно Где мне Вот только Искать Этих Творей А А если Я Покликаю На Квест Может А Отметить На Карте Во Супер Купер Отлично Наконец Это Режим Для Аутистов Еще Я Попробую В птицу Тут Стрельнуть Просто Потому Что Хочется Попробовать Понятно Что ж Печально Слышать Да Возрадуется Гринпис Опа Плазменная Ячейка Что за подписки Да пошли Началось Блин Не то Чтобы я Против Но Надо Наверное Отключить Уведомления Когда Ты Через Убс Просто Запись Сделаешь И не Стрим Наверное На комнате Из этих Маленьких Островков Находится Жила Мне так Кажется Ну Как будто Бы Нет А Вон Наш Клиент Ничего Ты Даешь Супер Весенняя Уборка Завершена Айда Айда мы Айда мы Айда мы Айда мы Айда мы Айда мы Видим цель Не видим препятствий Так Это еще один Предательский водопад Без секретика Да Айда Как же хочется Водопадик Секретиком Ладно Давайте Давайте почитаем Что там Что там Укреплению Бастиона Как это делается О Вон Ебака Там Это Впереди Ходит Так Так Бастион Блин Ну прежде чем мы Начнем работать Сережно Нужно еще Кое-что Подготовить Что подготовить Так Я-то Отойду Пока На меня Все-таки Не согрелись Ага Ясно О чем-то Нужно Типа С этим Адамом Поговорить Но Хрен его знает О чем Но Можно Я не думаю Что это Легко Будет А Ну они Не особо Далеко Тут Можно И дойти Ну правда Биться Со всей Толпой Сразу Неприятный Товарищ Ну в общем Я не думаю Что я с ним Справлюсь Мне Скорее всего Хана Поэтому Чувак Мир во всем мире Я тебя обойду Ничего не видно О Тихо Тихо Не падаем О Это же жило Походу Так не пойдет Я прям Знал И верил Что Рано или поздно Я найду Какую нибудь Жилу У воды Так Я надеюсь Что эти пацаны Меня не сильно Наебашат А то Опа А ты что Из себя Представляешь Большой Кекс Ну давай Мистер Кекс Иди сюда О Там еще Какая-то Ебака Ползает Да блин Иди сюда Ты где Так И что Ммм Какая Прелесть Манда В общем Игра благопоручно Вылетела Так что В принципе Да Я предлагаю На этом Закончить Продолжить Уже В следующей серии Так что Всем спасибо За просмотр И пока-пока